Беды, болезни могут быть либо наказанием, либо испытанием. Как же нам определить, наказанием является беда или же испытанием? Если человек находится на верном пути, то случившаяся с ним беда является испытанием. Аллах подвергает своего раба испытанию. А что если я усложню его испытание? Сможет ли этот человек сохранить веру в меня или нет? И если этот человек, даже после постигшего его несчастья, сохранит крепкую веру, то Аллах дарует ему еще большее вознаграждение. И поместит его на более высокий уровень рая. Таким образом, Аллах испытывает своего раба. Именно поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, что самые тяжелые испытания среди людей выпадали на долю анбия, то есть пророков и посланников, потому что они люди высочайшего калибра. Следовательно, если сравнивать со всем человечеством, то все пророки, а Аллах, субхану тааля, не спасал на эту землю 124 тысячи пророков и посланников, все эти пророки прошли через более тяжелые испытания, чем простые люди. А это значит, что они получат более высокую степень награды в раю, чем все остальные. Если же это наказание, то оно относится к тем, кто совершил грех. Если же человек совершил и воспротивился предписаниям Аллаха, субхану тааля, то несчастье, постигшее его, является для него наказанием. Все мы знаем, что от наказания человек страдает, но если же это испытание, то в случае праведного человека, оно только укрепляет его веру.